Книга «Открытым оком», том 27, тема канонизации, вопрос 3915. Жанна Бечевская ратует за канонизацию Ивана Грозного. «Разве она не знает, что тот убил своего родного сына?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Подобных вопросов не перечесть, и они настолько ненужны, и деяния по канонизации любой ничего не дают, и только отводят от благовестия, благовестия основное назначение церкви. Когда Шукшин прослушал пение Шаляпина на религиозной теме, он проследился и сказал, а мы черт знает чем занимаемся. Иван Грозный на протяжении веков его называли одним из самых ужасных злодеев. «За всю российскую историю, утонувшим в крови тираном, убившим собственного сына и создавшим первую в стране секретную полицию. Попробуйте убедить в этом Жанну Бечевскую. Известна с советских времен исполнительница народных песен, теперь поет баллады, посвященные этому царю, и пропагандирует на государственной радиостанции идею его канонизации. Когда она рассуждает о его святости, ее глаза наполняются слезами, Жанна посвятила царю XVI века, которого она называет воином, служившим в церкви и истреблявшим врагов в России. Свой последний альбом вышедший этим летом. Один из дисков она лично передала патриарху Олексею II. В какой-то из песен с этого диска говорится, что Бог отметил Ивана святым нимбом. Прямая речь. Они называют его еретиком, но на самом деле он святой, заявила Жанна в интервью. Бечевская не одинока в своем почитании грозного царя, который, по словам историков, уничтожил тысячи сограждан. Существует целое движение, которое призывает РПЦ объявить его святым. В это движение входят священники, пошедшие против официальной линии РПЦ, политики-националисты, радикальные националистические газеты, монархисты и все больше и больше простых православных верующих. По словам представителей РПЦ, это движение является серьезной проблемой для церкви, поскольку оно ведет свою пропаганду и подминает под себя тысячи людей, угрождая единство в церкви. Патриарх Олексей открыто возмутился против идеи канонизации Ивана, назвав безумием попытки уравнять убийц и мучеников, развратников и святых, в кавычках. В настоящий момент комиссия РПЦ по канонизации собирает исторические свидетельства, доказывая, что Иван Грозный не может быть причислен к липу святых. В прошлом про-ивановские, в кавычках, силы уже достигли некоторого успеха. В 2000 году та же самая коалиция добилась причисления к липу святых последнего российского царя Николая II Романова, казненного вместе со своей семьей большевиками в 1117 году. Церковь поддалась этому давлению, смотря на то, что был прекрасно известен антисемитизм Николая и то, что он потворствовал еврейским погромом в России. Жизнь Ивана Грозного делает его самой неподходящей кандидатурой в святые. Он первым из русских князей начал именовать себя царем. Он построил великолепный собор Василия Блаженного на Красной площади в памяти о своей победе в Казани. Он проиграл полякам и шведам Ливонскую войну, которая длилась 24 года. Он создал вселявший ужас, в кавычках, секретную полицию, членов которой называл опричниками, и возгласив погром, в результате которого в 1570 году были убиты тысячи жителей Новгорода и возглавил погром, в результате которого в 1570 году были убиты тысячи жителей Новгорода. В 1581 году он убил своего сына Ивана. Он был женат семь раз, при том, что православная церковь разрешает не более четырех браков. Он, как предполагается, участвовал в убийстве митрополита Филиппа, который порицал террором Ивана и позднее был причислен к липу святых. В детстве Иван Грозный любил сбрасывать животных с крыши, а когда под рост устраивал пытки, инсценирующие библейские адовые муки. Современные фанаты Ивана Грозного называют все это мифами, легендами и ложью, созданными русофобами, католиками и евреями. Вместо этого они величают Ивана первым российским императором, раздают на общественных мероприятиях открытки с изображением иконы Ивана с одной стороны и молитвой за него, с другой существует СД-диск, на котором собрано свидетельство, которые должны подтверждать их правоту, в частности, преска XVI века одной из церквей Кремля, где царь изображен с ним над головой. Одной из главных причин роста популярности идеи канонизации Ивана Грозного может быть наивное невежество в кавычках прихожан в отношении собственной истории после десятков лет советских репрессий во времена террора Иосифа Сталина в 1930-е и 1940-е годы советский диктатор создал нечто вроде культа Ивана Грозного, делая упор на его духовность и кампании по обузданию соперничающих князей. Сегодня некоторые сторонники Ивана Грозного призывают заодно канонизировать и Сталина. По словам Бечевской, сейчас они учат людей молиться о царе Иване. В советские времена Бечевская прославилась как исполнительство народных песен, печальных баллад, которые в свое время казались подрывными. В 1998 году она заявила, что нашла Бога, встретив человека, ставшего мужем, сочинителя религиозных песен и стулы. Сегодня свой религиозный национализм Жанна дважды в неделю пропагандирует на государственной радиостанции «Голос России». Пираты против «богатых олигархов», в кавычках, лидеров бизнес-сообщества перемежаются с призывами отобрать православную церковь у коррумпированной иерархической верхушки. «Они называют нас раскольниками», жалуются Жанна. «Они называют нас разрушителями православия. Патриарху Бечевской относится свысока, называя его просто «боссом», окруженным в советском стиле, привилегированными назначенцами. Прямо «церковная полетбюро» в кавычках. Замечательно. По ее словам, после каждой передачи, в которой она упоминает о Иоанне Грозном, она получает мешки писем. «Люди благодарят меня, просят прислать им иконы и молитвы за Ивана Грозного». С одной стороны, она не отрицает, что Иван принимал участие в зерстах. С другой, она уверена, что всю эту грязь в Иоанне Гостря поликатолики. 1 Тимофеем 1.7. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Колосиным 2.18. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангелов, торгаясь то, чего не видит, безрассудно надмиваясь плоским своим умом. «Не тем Господь могуч непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый Терафим громадный шар зажег над мирозданием, и мертвецу с пылающим лицом он повелел блюсти свои законы, все побуждать живительным лучом, храня свой пыл столетние миллионы. Нет, ты могуч и мне непостижим. Тем, что я сам бессильный и мгновенный ношу в груди, как он и Серафим, огонь сильнее и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянства, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства». 1879 год. Светлый Терфим